Всех вас праздником! Возвращение братья и сестры, бакалаватры, святой Богородицы. И это начало этого праздника, где это царствование Льва Мудрого, когда на Грецию напали сарацины, это нынешние водорабы, и осадили этот город. И, значит, очень, конечно, были в таком большом страхе, потому что и они сами по себе были, люди очень жестокие, и было их очень большое количество. И в таком состоянии не было никакой надежды, кроме как молиться. И, значит, были такие вот святыни в этом храме, и люди собрались в этом храме, начали молиться, когда и блаженный Христа ради Андрей, юродивый, был, значит, в этом городе. По преданию говорят, что он был выходец из России, что так вот странствовал, путешествовал, и человек искал мудрость, и вот обрел веру в Греции православную, и, значит, там он, говорит, так вот, там вот так и остался. И вот он, когда все вместе молились, то, значит, Андрей этот увидел, что небо, значит, небо открылось такое вот земное, и своды храма, и он увидел, значит, Богородицу в предшествии святых угодников Божиих, и, значит, она вот сняла с себя, вот, значит, покров с головы, и так это покрыло им своим покровом вот этих молящихся людей. И он это все показал по его такой вот, по ему блаженству, что и так скажут, ну, он блаженный, он такой, что-то ему все время такое видится, кажется, знаете, он и мальчик эпифаний, чистый такой душой, говорит, да, да, я тоже вижу, и все это рассказали, и люди с такой верой, вот эта вот благодать Царицы Небесной, она коснулась сердец людей, и они так это все ощутили, успокоились, и потом, когда наступали, значит, буря такая поднялась, и корабли были опрокинуты, и неприятель, значит, не смог причинить мне никакого, не смог причинить никакого вреда. Ну, этот покров, эту защиту православным к России, вот тоже, поскольку мы русской церкви православной преднадлежим, сколько много было через образы Божьи, и Казанский, и, значит, и Владимирский, и другие образы тоже, значит, получали и отдельные, и сообщества, и в целом весь народ получали вот такое вот, значит, защищение такое от врагов. Ну вот почему вот такое, ты так, нас Богородица любит, почему вот она так, знаете, за нас переживает, и мы, значит, ее и своей матерью называем, потому что она очень возлюбила своего сына, и прошла вот это, через все вот эти страдания, и после вот этого искупления, когда люди верующие, они, значит, принимают таинство святого крещения, очищаются от грехов, и в таинстве миропомазания, значит, росток христианской любви получает, значит, то именно, вот почему она нас и любит, что через таинство миропомазания, а потом и через причащение, что, как апостол говорит, не я уже живу, говорит, а живет во мне Христос, и то есть в каждом человеке крещеном, значит, дух ее сына находится, значит, и вот его, как говорится, любовь, которые поверили к нему, ну, которые удаляются, и вот, к сожалению, конечно, это такое вот правильное понятие спасения, оно искажается, как у и народа израильского исказился, они там верили, знаете, и казалось, вот мы видим на вере фарисе, и он говорит, я и пощусь, я и молюсь, я и, значит, заповеди Божии соблюдаю, и десятину даю, но тем не менее, вот мы видим, что не было такого духа, что они вдруг, вот как-то, знаете, не смогли, не смогли принять, не смогли принять Христа. И когда Бог вот так вот тоже попустил, значит, нападали на них, значит, и брали их и в плены, убивали, и они так это храбро даже, можно сказать, и сражались, и они думали, что они, они, как говорится, службу приносят Бога, они ради Бога вот так вот умирают, они вот это вот как бы, были уверены в себе, значит, на самом деле шли в ад, значит, и видим, что это им было не то, что какая-то честь, это такая, а как было наказание. Так и мы, вот так это, знаете, придираемся, что-то выискиваем, себя считаем какими-то хорошими. На самом деле того духа, вот который был во Христе, вот в нас нету. Что вот он нас уже назвал, своих учеников, которые рядом были с ним, говорит, вы мои друзья. вот, и повествуется, вот, значит, о жизни Иоанна Богослова, что он мальчика обратил к вере, значит, и потом, значит, пошел дальше и передал, говорит, вот передаю тебе это сокровище епископу, говорит, а мне надо там дальше идти благовествовать. И когда вернулся назад, через некоторое время, говорит, где же мое вот это вот сокровище, я тебе которое... Он епископ голову опустил, и, знаете, и говорит, он сделался бандитом, говорит. Вот. И я уже ничего не могу, я ему и так, и это, знаете, как Иоанн Богослов побежал, узнал, где эта шайка, он, значит, прибежал туда, его бандиты на голову мешок привели к их атаману, открыли перед ним вот это... Он увидел своего учителя, этот главарь, и как бросился убегать, а он говорит, пожалей мою старость, не убегай, бежит за ним, затыкается. Я, говорит, все твои грехи возьму на себя. Вот. И, значит, и он заплакал тромутый любовью. Я умолю Господа, чтобы он тебя простил. Значит, и, значит, и вот он упал, и он, значит, плакать начал на колени, и потом сказано, что вместе он разделял с ним покаяние, значит, каялся вместе с ним, поклоны делал, пост творил, и все, не бросил этого мальчика, значит, пока полностью он не убедился, что все, теперь ты уже чувствуешь себя опять хорошим, добрым человеком. Вот. Понимаете? А вы, что-то случилось, я ему то делал, я ему это, но вот так вот, чтобы как Христос мы любили, и чтобы сказали, вот вы мои друзья, друг вокруг, вот так вот, знаете, близким своим, мы не можем, даже вот, которое дело я совершил, вы должны совершить. Вот пришел Христос, Спаситель в мир, когда все были неверующие, все были язычники, вот, но он тем не менее, и все говорил, да, хорошее дело, но когда пришли испытания за его добрые дела, все разбежались, но он воскрес и явился опять к ним, вместе стал, после страданий, опять к своим ученикам, и вот они через это и познали в нем истинного такого, истинного такого Бога, что мы, даже уже когда полностью должны продолжать любить близких, страдать за них, даже уже когда полностью, знаете, к нам такое проявлено, совершенное такое непонимание и равнодушие, вот, и только вот благодаря этой все рассел, а нам, вот говорит, что я сделал, и вы должны сделать, но пострадай ты хоть за свою семью, вот, за своих детей, немножко пострадай, и чтобы тебя помурыжили, все тебе предъявили, сказали, нет, знаете, нам что-то это, как говорится, говорят, а мы выискиваем, значит, вместо того, чтобы принять и сказать, да, ну вот, пострадать, хотя бы как-то за своих близких, нет, начинаются споры, какие-то обиды, все ворчание, какие-то гнев, и так далее, и так далее, и вот, то же самое доходит до всякого, что думается, что мы хорошие люди, мы тут какие-то, знаете, учителя такие, вот, и, а на самом деле, никакого нет, уже не спасения, ни нам, значит, ни нашим близким, но Господь-то не с близкими, Он о близких сам позаботится, а тебе, он, тебе, он, уже потом будет тебе другая, не нравится тебе вот это, чтобы ты с собой пожертвовал, это, за своих близких, чтобы вот этим, ты прославил меня, вот как Господь говорит, и, значит, и сам этим прославишься, ну, не хочешь, ну, давай тебе вот, или болезнь, или вот сейчас, как это, вокруг война, вот, ну, давай тебя, вот ты сейчас представь, тогда, что тебе, раз семья не нравится, заберут тебя завтра, и в Бухенвальд посадят, за колючую проволоку, и будут по одному, каждый день, отводить, и бросать в это, значит, в печку, на сжигание, ну, вот там, вот ты уже будет, ни мужа, ни жены, никого, ну, вот в этой ситуации, как ты себя уже будешь, на кого ты уже будешь искать, вот там уже все обращаются, когда в печку к Богу, так это еще страшнее, что мы должны знать, что после нашей смерти, нас возьмут страшные ангелы, и как вот каноны покаянные говорят, возьмут страшные ангелы, и в огонь не сгораемый, в печку такую, которая еще ужаснее этой печки, что тут еще, ладно, сожгли, но тело твое сожгли, а тут и душа будет гореть, вот после смерти, за... а мы будем, вот все ходят такие упертые, понимаете, что, значит, а духа любви Христовой, чтобы ты немножко пострадал, чтобы ты проявил такое терпение, значит, это мы, конечно, вот сейчас уже не наблюдаем в христианах, и поэтому, знаете, вот эту вот любовь, который покров, мы его ощущаем опять, все радостно, хорошо, чувствуется свобода, но чтобы мы знали, что это нам дало вот этот, за то, что в нас, значит, вот этот вот талант, Божья благодать, сидит, данная нам Господом, за его любовь, за его страдания, это не наше, а потом вот, чтобы мы, вот за этот талант, вот эту вот любовь, обратили на правильное, на дело и нашего спасения, и на спасение, и на спасение наших близких, поэтому будем радоваться, что у нас, знаете, вот, какие перенесла страдания Богородица, и она нас сейчас вот тоже поддерживает, она в жертву своего сына, ну, там хотя бы какие-то вот, такие были бы, как Бог это слово, ну, не можешь ты собой пожертвовать, ну, хоть бы какие-то слова такие бы, хотя бы говорил, в трудных ситуациях, нет, что-то там говорит, ну, сказал бы, я, ребята, такой, вот, знаете, никчебный, я грешный, ну, простите меня, ну, буду я там Бога молить, как-то бы вот хотя бы ближнему сказал, или буду терпеть, или так далее, ну, какие-то бы хотя бы нашлись слова, или просто даже промолчать, вот, поэтому, дай Бог нам этому научиться, то, что, вот, и быть, конечно, вместе, как вот и, дороже друга нету, как вот и Господь, Он нас никогда не оставляет, и вот, чтобы мы тоже, на тех людей, которые нам дал Господь, и говорит, всех, кого ты мне дал, Он вот уже перед своей смертью говорит, «Я их сохранил». Значит, никто не погиб, говорит, кроме Сына погибель. Вот, значит, и поэтому, вот мы должны, конечно, учиться такой любви, такой дружбе, значит, и вот пока, пока что есть такая вот для нас такая защита, такой над нами есть покров, чтобы мы использовали это, конечно, и то, что нам вот это дал Бог для спасения, чтобы мы вот это, конечно, правильно оценили, и правильно применили, и не закопали бы в землю все вот на какие-то свои такие оправдания. Вот это, земля, это мое Я. Все мы какие-то, мы будем всегда оправдывать себя, и находить какие-то причины, говорить, что вот этот талант, я вот этот так вот применил, потому что вот вокруг меня были такие-то люди, молитвами Пресвятой Богородицы, чтобы в нас вот это вот проснулось, родство, такое духовное, и духовная любовь, и то, что мы просим, и чтобы сами старались понемножку, хотя бы как-то вот, чтобы наше вот это сердце ледяное, оно бы по молитвам Пресвятой Богородицы оттаяло, что видим, как она к нам грешным нянется, как она нас любит, Матерь Божия, и как она вот защищает нас. Господь, благословище, Матерь Богородицы, Продолжение следует...